Всем привет, друзья! С вами Маракаси. Итак, давайте посмотрим бой на огнеметной арте очередной. И также обсудим, какие же функции есть у нового премиум аккаунта и так называемого WOT+. 3 мая его уже запустили на европейском сервере. Но не все игроки с ру-сервера еще знают про эту возможность. У нас это еще не появилось, но я думаю, со временем появится. Конечно, по-другому, наверное, как-нибудь будет называться. Может быть, там что-то поменяет, но я думаю, данная функция очень вероятна и у нас будет. И какие есть возможности? То есть вы подключаете, помимо обычного премиум аккаунта, еще WOT+. То есть дополнительный, по сути, премиум аккаунт. Вы получаете обучение экипажа ускоренное. То есть прокачка экипажа становится гораздо быстрее. Также вы получаете хранилище золота. То есть туда вы можете складывать золото и получать по итогам недели дополнительно до 500 голды. Как бы на ходу, но если стратить вы это золото не сможете. Но такая интересная возможность. Кроме того, вам дается новый танк ТС-54. То есть вы сможете его использовать в боях, что тоже, в принципе, неплохо. Танк, конечно, на любителя с двумя орудиями. У него, конечно, есть свои плюсы. Но на какую-то сверх имбу он уж точно не тянет. Ну и кроме того, можно добавить в банный лист карт еще одну. Вот это вот возможность многих заинтересовала. Потому что многие не любят многие карты, которые не сбалансированы. Кроме того, бесплатный демонтаж оборудования имеется. Что, в принципе, тоже может пригодиться, так как экономят ресурсы. Только это не касается бонового или экспериментального оборудования. Ну а так, в принципе, возможность эта неплохая. То есть она в игре может прижиться. И, естественно, Wargaming уже на этом заработал внушительные средства. Ну, в общем-то, это очевидно, что сейчас такая фаза игры. Когда все-таки разработчики пытаются еще продать какие-то функции в игре. Ну и также, друзья, хотите выиграть бесплатно золото, вам не нужно для этого донатить. Просто напишите комментарий под видео и укажите свой игровой ник, и вы будете участвовать в розыгрыше золота. Здравствуйте, друзья, с вами Маракаси. Итак, давайте поиграем на сайте Vodhub. Попробуем сегодня выиграть себе примтанк. Данный сайт, в принципе, пока что очень даже радует плане наград. Так, шестой уровень падает вроде бы. Ну, конечно, не самый такой крутой приз, но тем не менее сойдет пока что до начала. Может быть, что-то дальше поинтереснее выпадет. И пока что не падает ни хрена, ни хрена сеньки. А вот выпало. Еще один примтанк шестого уровня. Последняя крутка. Ну, а сегодня какой результат? В принципе, неплохой. Если интересен сайт, заходите по ссылке в описании, переходите на сайт. И, соответственно, приобретайте тут примтехнику. Ну, вернее, коробки с примтехникой, если есть желание, конечно же. Ссылка в описании. С 11 мая уже стартовал режим Zoff Mars'а на европейском сервере. И под него подогнали, естественно, коробки. К чему это вдруг? Ну, я обсуждаю эту новость. Ну, все-таки, раз на сервере европейском имеются коробки, то и у нас, вероятно, коробки могут внедрить. И список танков может быть совершенно другой. И, конечно, тут стоит отметить, что все-таки коробки это рандом. И не факт, что выбьете именно то, что хотите. А там есть новый танк, эксклюзивный. Соответственно, это девятый уровень. TL-7 он называется. Танк, в принципе, неплохой по характеристикам. Это у нас ПТ-САУ. Ну, именно роль такая вот универсальная. Тут написано, что именно такой вот вариант. То есть, в принципе, видно даже, что это больше похоже на тяжек какого-то. Ну, по сути, ПТ-САУ с башней, которая более универсальна. 300-600 урона среднего, что для ПТ-САУ, опять-таки, очень немного. Но, видимо, компенсируется эта башня. Пробитие тут, в принципе, нормальное. 352 и 300... Вернее, 252, извиняюсь, на обычных снарядах и 315 на голде. Вот в урон в минуту 1731 это как-то совсем мало, если честно. Но тут имеется барабан на 4 снаряда. То есть, это главное преимущество. Кроме того, те игроки, которые выбили данный агрегат, до них еще и специальные турниры организовали, где можно дополнительное золото выиграть. В принципе, я считаю, что такая система может быть внедрена и на РУ-сервер. Мир танков очень, в принципе, вероятно. Так что будем за этим наблюдать. Кроме того, разработчики дополнительно много всяких боевых задач добавили в этот режим. Ну и список танков, которые можно выбить с вероятностью 2%. Тоже обширный, но, правда, танки в основном старые. Ну, может быть, некоторые из них не такие уж и популярные и все-таки до сих пор являются нераспространенными. Там, ну, тот же Чифтейн Прота, Т-77, КВ-4 КТТС и другие. Но также, ко всем прочему, на европейском сервере есть возможность активировать бонус-коды этого режима. И, соответственно, это все делается в виде голосования. То есть, в зависимости, кто тебе там больше нравится из персонажей этого режима. Ты как бы тот бонус-код активируешь, ну или какой бонус тебе больше нравится. Потому что от бонус-кода зависит бонус, который ты получишь. Там где-то больше одного, где-то другого. Там где-то расходники, где-то резервы, где-то что-то другое и так далее. То есть, в принципе, идея довольно любопытная. И посмотрим, опять-таки, будет ли это как-то реализовано на руссервере. Потому что все-таки, ну, система, на мой взгляд, довольно-таки полезная, может быть, и популярная. Вот, кстати, эти бонус-коды. Ну, они довольно-таки, в принципе, тут простые. То есть, если не активировали, можете их активировать. Но только для, опять-таки, европейского сервера, если вы там играете. И статистика по подписке в Вод Плюс. Кстати, ну, совсем недавно, соответственно, вышел данный режим. И подключила ее себе около 30 тысяч игроков. Что принесло Wargaming 260 тысяч долларов. Ну, довольно-таки, хорошие деньги. То есть, это на месяц сразу активируется, как вы понимаете. Ну, и вот, как бы, я думаю, леста обходить это все стороной не будет. Такой объем денег, конечно, может, у нас поменьше будет. Хотя, вряд ли. Потому что, ну, может быть, даже если и, как бы, донатят меньше. Но, все-таки, людей-то очень много. Поэтому, думаю, что вопрос времени внедрения такого специального премиум-аккаунта и на руссервер. На этом все, друзья. Спасибо, что досмотрели. Всем удачи. Всем пока. Всем пока.